Здравствуйте! В эфире программа «День района Дзержинский» и с вами я, Лейла Джумалиева. Сегодня я расскажу, что изменилось в любимом районе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На улице Шекснинской специалисты приступили к возведению стен первого этажа будущей школы на тысячу мест. Для нового образовательного учреждения в микрорайоне с плотной жилой застройкой муниципалитет выделил территорию площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Большим событием для жителей Дзержинского района стало открытие обновленного бульвара по проспекту Жуково. Теперь здесь с удовольствием гуляют сотни волгоградцев. Благоустройство общественной территории жители оценили на отличном. Бульвар по проспекту Жуково стал главным в районе местом для прогулок всей семьей и занятий здоровым образом жизни. А теперь обо всем по порядку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Память, которая всегда перед глазами. На фасадах жилых домов в Дзержинском установили баннеры с портретами героев Сталинградской битвы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волгоградская земля пропитана памятью о героях и их подвигах. Мы – последователи поколений победителей, и наша благодарность будет вечной. Сегодня, прогуливаясь здесь, душу переполняет гордость за бесстрашных сынов Отечества. На полотнах изображения героев, имена которых знает весь мир. Таблички героев на домах. Михаил Паникахан, Василий Зайцев, Яков Павлов, Георгий Жуков, Александр Радимцев, Александр Василевский, Василий Чуйков, Михаил Шумилов. Герой Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Те, кто 80 лет назад приближал долгожданную победу. С огромных полотен они словно живые, взирают на жителей и гостей города. Они – пример настоящего героизма. На одном из домов появится и портрет верховного главнокомандующего вооруженными силами Советского Союза Иосифа Сталина. Это очень важный момент, потому что у меня дедушка воевал здесь, в Сталинграде, дошел до Берлина, вернулся. И для передачи нашим потомкам они должны знать свою историю, гордиться этим, помнить и передавать, соответственно, своему поколению. Для Тамары Федоровны эта тема тоже очень близка. Победу в той страшной войне ковал и ее отец – Федор Андреевич Букалов. Просто обрадовалась, когда увидела. Я хочу даже, чтобы и наши внуки, вот у меня трое внуков, чтобы они помнили. И вот такие плакаты, конечно, ну, они помогают. Помогают нам восстановить память, а им напомнить, что были такие люди, которые дали нам свободу. Размер каждого изображения – 10 на 10 метров. Они расположены на торцах домов. Идея – разместить на жилых высотках портреты легендарных воинов в преддверии 80-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Принадлежит ветеранам Дзержинского района. Людям, которые не понаслышке знают, что такое война. Это был триумф военного искусства советского. И вторая дата, еще более знаменательная – это полный разгром немецко-фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве. У нас здесь площадка патриотического воспитания. Это должно быть на каждом клочке нашей земли русской, в России-матушке, нашей славной земли. Чтобы мы на деле воспитывали настоящих граждан, патриотов нашей Родины. Волгоградская область продолжает активную подготовку к Большому юбилею Сталинградской победы. Эта тема стала одной из ключевых на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В рамках федерального и регионального планов реализуют сотни мероприятий, в том числе направленных на поддержку ветеранов, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Путепровод номер 8 на третьей продольной магистрали открыли для движения транспорта. Ход реконструкции дорожного полотна и качество выполнения работ оценил глава Волгограда Владимир Марченко. Представители службы заказчика и подрядной организации, выполнявшие реконструкцию на путепроводе номер 8, доложили главе города Владимиру Марченко о проделанной работе. На объекте уже завершены все основные работы по укреплению конструкции мостового сооружения. Сформировано новое дорожное полотно для автомобилистов и пешеходная дорожка. На данном объекте были произведены следующие работы. Полностью разобрана проезжая часть, демонтированы тротуарные блоки, демонтированы перильные и барьерные ограждения, после чего была произведена подъемка пролетных строений, замена опорных частей, объединение пролетов в неразрезную проезжую часть и установлено пять деформационных швов новых. Теперь для автомобилистов доступны обе половины моста, а значит исчезли заторы с прилегающих к мосту участков, движение стало спокойным. К своему привычному маршруту вернулся и автобус номер 59, который раньше объезжал участок реконструкции по соседним улицам. Главная задача была в этом году выйти, учитывая те пробки, которые у нас собираются в Волгограде, отремонтировать проезжую часть этой стороны до того, чтобы до осени мы здесь запустили движение. Задача стояла работать с опережением графика. Подрядчик эту задачу принял и на сегодняшний день движение по восьмому путепроводу открыто. Пробок, соответственно, стало меньше, поэтому задача, поставленная вами, выполнена. Реконструкцию второй части моста начнут уже весной, с наступлением благоприятной погоды. Капитальный ремонт на путепроводе номер 8 проводят впервые за 35 лет. В рамках комплексного обследования, которое проводилось на объекте в 2019 году, были выявлены различные дефекты и самого дорожного покрытия, и бетонных конструкций пролетов. Восстановительные работы удалось провести в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мост в Дзержинском районе далеко не единственный объект реконструкции. Додолжается ремонт уличной дорожной сети. Конечно, сейчас он уже близок к финалу, но то, что в этом году более 30 дорог Дзержинского района получили новые покрытия, для нас очень и очень значимо. Мы готовимся к зимнему содержанию. В ближайшее время мы ожидаем осадки в виде мокрого снега, в виде ледяного дождя. Поэтому сейчас все силы направлены на подготовку и дорожной техники, создание запасов песко-соляной смеси, бешофита для того, чтобы обрабатывать дороги своевременно и обеспечить безопасные движения. Но, кроме этого, конечно же, работа по уборке тротуаров, внутридомовых пространств, для того, чтобы безопасно передвигались наши пешеходы. Продолжается в Дзержинском районе и строительство нового храма знаний. Рабочие возводят стены первого этажа будущей школы на улице Шекснинской. Территория, где располагаются учебные заведения, составляет более 25 тысяч квадратных метров. Каждый день на объекте трудятся более 40 рабочих. Задействовано 8 единиц техники. Специалисты устанавливают железобетонные колонны высотой около 7 метров. Они послужат опорой для прикрытия здания. Параллельно рабочие возводят внешние стены первого этажа, используют силикатный кирпич. На текущий момент выполнены работы по устройству монолитных фундаментов под здание школы. Ведутся работы по устройству стен подвала, подвального помещения, по устройству полов. Проводятся работы по устройству наружных сетей в длине водоснабжения. И также уже на объект привезена блочно-модульная котельная БМК-3000, которая будет установлена точно так же в ближайшее время. В новой школе будут расположены 40 классов. Многофункциональный спортивный зал, школьный деловой центр, библиотека, актовый зал, лингофонные кабинеты, где установят проекционную технику и многое другое. Согласно условию контракта, пространство образовательного учреждения адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы построят спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками. Предусматривается решение по устройству покрытий для спортивных площадок, на которых можно эксплуатировать в зимнее и летнее время, из резиновых покрытий, специальные площадки для проведения спортивных нормативов. Завершить строительство школы планируют уже в первой половине 2024 года. Новый объект станет очередным образовательным учреждением, возведенным в городе за последние годы. Началась стройка еще одной школы по улице Картоева. Сейчас строители активно возводят каркас здания. Мы надеемся, что все планы по строительству этой школы будут идти в соответствии с проектом. И в 2024 году эта школа также будет введена в строй, как и та школа, о которой мы раньше рассказывали, по улице Шекснинской. А сейчас представьте. Звездная галактика и светящийся лес, и все это на проспекте Жуково. Уже несколько дней новые светодиодные иллюминации радуют местных жителей. В Дзержинском появился настоящий космос, где каждый, даже в самую туманную погоду, сможет найти свою звезду и загадать заветное желание. Последним штрихом масштабного обновления бульвара на проспекте имени Жуково стала волшебная иллюминация звездного неба. 18 светодиодных консолей на пятиметровой высоте помогают вблизи рассмотреть известные созвездия, все планеты и их спутники. Нам очень понравилось звездное небо. Сразу стало приятно гулять. Детишкам нравится. Ребенок каждый вечер просится, чтобы посмотреть на это звездное небо. Дзержинский район – это вообще сказку сделали. Посмотрите, какая у нас красота. Приезжайте в наш город Волгоград и посмотрите. И наш Дзержинский район. Посмотрите, какие тротуарчики сделали, дорогу сделали. Все, автобусы какие у нас, малые маршруты, это промежуток маршрутов. Очень удобно сделать. Дзержинский район вообще процветает. В Дзержинском я живу с 1986 года. Район, конечно, изменился в лучшую сторону, ничего не скажешь. Мне все нравится. Все абсолютно. Только вечером. Мы и днем гуляем, и постоянно. Поэтому, конечно, все хорошо, все прекрасно. Мне нравится. Сейчас волгоградцы с огромным удовольствием гуляют по бульвару, ведь он еще никогда не был так красив. Тут полностью поменяли тротуары, обновили асфальт, уложили газон, высадили кустарники и деревья, поставили 170 фонарей и 77 камер видеонаблюдения, а также кованые арт-объекты. Изюминка нашего парка – это маленькая рощица из шести светодиодных деревьев. В ночное время они светятся, переливаясь. Дети очень рады, подходят, трогают, щупают, пытаются понять, а что же это такое. Ну, когда хорошее настроение у наших горожан, у жителей нашего района, конечно, это очень приятно. Поэтому будем продолжать эту работу и в других местах. КОНЕЦ 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 Сегодня Дзержинский район динамично развивается в самых разных сферах. Каких еще изменений ждать, в ближайшее время расскажет глава районной администрации Сергей Романович Таций. Самое приоритетное направление деятельности – это жилищное строительство. Практически сведены к нулю так называемые объекты незавершенного строительства, обманутые дольщики, в Дзержинском районе таких объектов уже нет. Сейчас продолжается плановое строительство. Ну и кроме того, приоритетом для администрации района, для городских властей является комплексное развитие территорий. Это строительство детских садов, школ, это обустройство парковочных карманов возле каждого дома. Это, конечно, благоустройство территории парков, садов, скверов. Чем больше, тем лучше для наших жителей. До конца года завершить работы по бульварной части проспекта Жукова. Все-таки окончание работ по уличной дорожной сети. Ну и, конечно, плановый вход в зиму, обеспечение теплом, водой. На сегодняшний день ни одного дома в Дзержинском районе, который не был бы обеспечен теплом. Район уже начал готовиться к новогодним праздникам. Как Дзержинцы отметят 2023 год. Мы будем работать в том же тренде, в котором будет работать весь город. Это украшения пространства, это традиционные украшения. Плюс к этому мы будем, конечно, и добавлять элементы. Не буду заранее не говорить, чтобы, может быть, создать эффект приятной неожиданности для наших горожан. И, конечно, проведение мероприятий, в том числе и на улицах нашего района. Встреча Деда Мороза с нашими прохожими. Подарки, сладости. Прежде всего для детей. Ну и, конечно, праздничное настроение для всех жителей. Такая волшебная новогодняя атмосфера будет царить на улицах Дзержинского района уже буквально через пару недель. А на этой ноте наша программа подходит к концу. Каким будет Дзержинский район завтра, зависит и от самих жителей. Свои вопросы, предложения присылайте на нашу почту 1втвсобакамайл.ру. С вами была Лейла Джумалиева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!